Олимпиадник был у нас. Хорошие результаты были. Стоило только назвать имя Азат Мефтахов. Своего выпускника в 24-м лицее сразу вспомнили. Он был гордостью школы. Но больше говорить о его успехах никто не захотел. Съемочную группу дальше приемной не пустили. Нижнекамца, аспиранта, механика, математического факультета МГУ подозревают в изготовлении взрывчатки. Задержание Азата Мефтахова проведено в рамках уголовного дела по статье «Изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств 11 января в Москве». Обнаружили несработавшую самодельную бомбу. Следы привели в общежитие МГУ. Лицом в пол, под дулами автоматов, спецслужбы задержали шестерых студентов, сообщает РЕН-ТВ. Вскоре фигурантом дела остается только один Азат Мефтахов. По версии силовиков, молодой человек является членом леворадикальной ячейки анархистов «Народная самооборона». Главная цель этого движения – борьба против государства. И классового неравенства. Во время обыска оперативники нашли анархистскую литературу, бронежилеты, рации, банку с алюминиевой пудрой и остатки порошка с признаками взрывчатого вещества. Несмотря на это, за парня вступилось все математическое сообщество, опубликовав открытое письмо, под которым подписалось более сотни научных работников. Сомневаются, что Азат – террорист и соседи, где он провел свое детство. Я его очень редко видел, потому что он здесь вообще же не был. У нас интересы совсем другие. То есть немцы даже. А какие у него были интересы? Ну, там любитель, по-моему, читает книг. То есть математик, по-моему, как я знал. Настаивает на невиновности парня и его адвокат. С ее слов признание выбивали пытками. Монент того, что его период действительно был, это ничего не придумано, не задумано. То есть это я подтверждаю? Московским судом решается вопрос о мере пресечения в отношении нижнекамца Азата Мефтахова. Алсуар Сланова, Рафель Ракипов, Новости НТР. Рафель Ракипов, Новости НТР.